Это фундаментальное издание, известное во всем мире энциклопедия Британика. С момента своего появления в 1768 году она была наиболее полным собранием сведений из различных областей знания. Этот труд являлся вершиной энциклопедического знания XVIII века. В 1771 году британская энциклопедия зафиксировала интересные сведения. В разделе «География» приведены пять географических карт Европы, Азии, Африки, Северной Америки и Южной Америки. Эти карты составлены очень тщательно. Раздел «География» заканчивается таблицей, где перечислены все известные в то время страны с указанием площади этих стран, столиц, расстояний от Лондона. Интересно, что на территории, которая, как мы сегодня считаем, принадлежала Российской империи, в XVIII веке было расположено несколько государств. А именно, Россия со столицы в Санкт-Петербурге. Ее площадь составляла 1 миллион 103 тысячи 485 квадратных миль. Московская или Великая Тартария со столицы в Тобольске. Ее площадь была почти в три раза больше площади России и составляла 3 миллиона 50 тысяч квадратных миль. Независимая Тартария со столицей в Самарканде и китайская Тартария со столицей в Чиньяне. Итак, мы видим, что в 1771 году самым большим государством была Великая Тартария. Все остальные страны, по крайней мере, в два раза меньше нее. Ей принадлежали не только земли в Евразии, но и на североамериканском континенте. Куда же исчезло это огромное государство? Почему почти 250 лет историки делают вид, будто его никогда не было? Когда изучаешь географические карты 18 века, понимаешь, что в эту эпоху Великая Тартария была практически недоступна для европейцев. Видно, что о некоторых частях ее территории они имели смутное представление. Западная часть североамериканского континента на этих картах вообще не изображена. Европейские картографы того времени не знали, соединяется Америка с Сибирью или там есть пролив. Возможно, европейцев это не волновало. Но почему к соседним землям не проявляло интереса американское правительство? Ведь историки утверждают, что эти земли уже принадлежали США. Все изменилось в конце 18-го столетия, потому что началось бурное завоевание земель Великой Тартарии. Оно шло сразу с двух сторон. В русско-ордынскую Сибирь и Дальний Восток впервые вошли войска романных. А на западную половину североамериканского континента, простиравшуюся на юг до Калифорнии и на восток до середины континента, впервые вошли войска недавно образованного государства Соединенных Штатов Америки, которое появилось на обломках русско-ордынской империи в Америке. После этих событий на новых географических картах уже не было белого пятна с надписью «Terra Incognita», покрывавшего северо-запад Америки. А с карты Сибири исчезла надпись «Великая Тартария». Но почему в XVIII веке эти земли были завоеваны? В конце XVIII века произошла последняя решающая битва между Западной Европой и Романской Россией с одной стороны и последним осколком Руси-Орды, Тобольским сибирско-американским государством с другой. Эта огромная и масштабная война была затем ложно представлена в страницах истории, как война с крестьянцами и казаками под предводительством Емельяна Пугачёва. Романские историки, как обычно, исказили историю полностью и представили такую крупную войну, как подавление крестьянского восстания. На самом деле, после того, что мы узнали о русской истории, мы должны совершенно по-новому взглянуть на события конца XVIII века. Это был последний крупнейший перелом в мировой истории, который закрепил победу новых сил, новой власти в мире, и, собственно, после которого и началась современная нам история XIX века, которую мы уже все хорошо знаем. Как же представлена война Романовых с Пугачёвым в традиционной истории? Как и о восстании Степана Разина, о войне с Пугачёвым невозможно судить по первоисточникам. До конца правления Романовых дело о Емельяне Пугачёве было важной государственной тайной. Когда Александр Сергеевич Пушкин работал над своей историей Пугачёва, он столкнулся с тем, что дело опечатано. Пушкин писал, что в его работе собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачёва, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Этих материалов Пушкину хватило на довольно небольшую работу. Его история Пугачёва занимает всего 36 страниц. Пушкин осознавал, что его труд далеко не полный. Он писал, будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачёве, легко исправит и дополнит мой труд. И так, даже такому известному в Российской империи человеку, как Александр Пушкин, не удалось познакомиться с документами о так называемом Пугачёвском бунте. Спрятав подальше от любопытных глаз подлинники, Романовы, как обычно, сочинили свою историю тех событий. Но эта история, как и многие другие вымыслы романовских историков, содержит множество противоречий. До сих пор войска Емельяна Пугачёва принято называть бандами. Но, как правило, к бандам примыкает совершенно определенная категория людей. Однако известно, что когда Пугачёв брал города, его радостно приветствовало все население – и простой люд, и купцы, и даже церковные иерархи. Как писал Пушкин, в Пензе жители вышли к Пугачёву с иконами и хлебом и пали перед ним на колени. Более того, на Пугачёва работали уральские заводы и отливали для него пушки. Романовская версия истории утверждает, будто рабочие уральских заводов сбунтовались и примкнули к незаконному восстанию Пугачёва. Однако, на самом деле, дело было не так. Скорее всего, уральские заводы с самого начала принадлежали московской Тартарии, войсками которой командовал Пугачёв. Поэтому, естественно, они обслуживали войска Емельяна Пугачёва. Принято считать, что Пугачёв незаконно называл себя царём и, входя в города, издавал царские манифесты. Романовские историки говорят, что он присвоил себе имя покойного супруга императрицы Екатерины II, царя Петра III, скончавшегося в июле 1762 года. Но вот что пишет Пушкин. 27 июля Пугачёв вошёл в Саранск. Он был встречен не только чёрным народом, но духовенством и купечеством. В Саранске архимандрит Александр принял Пугачёва с крестом и Евангелием и во время молебствия на Ектении упомянул государыню Устинью Петровну. То есть сохранились свидетельства, что Саранский архимандрит называл государыней не Екатерину, а совсем другую царицу. Сегодня мы уже не знаем ни подлинного имени царя Московской Тартарии, правившего в Тобольске, ни подлинного имени предводителя его войск, так сказать, Пугачёва. Дело в том, что слово Пугачёв, скорее всего, придумано романовскими пропагандистами от слова Пугач, Пугало. Это подобно тому, как они придумали имя царю Дмитрия Ивановича Отрепьев от слова Отрепья. Это приём опытных пропагандистов опорощить на страницах истории того или иного исторического деятеля путём подбора ему плохо звучащего имени. В романовской версии подавления Пугачёвского бунта победа Романовым далась, в общем-то, без особых усилий. Войска Екатерины Второй без труда громили неорганизованные беспорядочные шайки Пугачёва. Но даже из этой отредактированной версии понятно, что против каких-то банд были направлены регулярные войска. Известный историк Евгений Петрович Савельев в своей книге «Древняя история казачества» писал, что, не считая других войск, против Пугачёва воевало 14 донских полков. Но, несмотря на это противодействие, Пугачёв довольно успешно продвигался к Москве, что привело в ужас Екатерины. Чтобы спасти Москву и Россию, она сама хотела встать во главе войск. Но от этого решения императрицу отговорили. К этому времени закончилась война с Турцией. Из фронта прибыл Александр Суворов, который и стал командующим всех войск. То есть, воевать с неорганизованными шайками было поручено главному военачальнику страны. Даже в почищенной романном истории видно, что против так называемого крестьянского бунта была мобилизована регулярная армия. Более того, был призван Суворов, величайший полководец того времени, что обычно скрывается историками. Это была крупномасштабная война, а отнюдь не подавление бунта. С обеих сторон были задействованы огромные профессиональные силы армии, конница, артиллерия. Если бы историки не искажали подлинные события того времени, то этих очевидных противоречий, видных невооруженным глазом, не возникло бы. Еще один странный факт из истории Пугачевской войны. Историки сообщают, что суд над Пугачевым происходил в Москве в тронном зале Кремлевского дворца. Но если бы Пугачев действительно был простым казаком, самозванцем, главарем какой-то банды, неужели его бы судили в знаменитом тронном зале? Вроде бы как не по чину, не тот ранг. А вот если в его лице Романовы осуждали своего главного врага великую Тартарию и праздновали победу над ней, то символический выбор именно тронного зала Кремля становится совершенно понятным и даже в определенном смысле необходимым. Независимо от того, кто на самом деле предстал перед судом под выдуманным прозвищем Пугачев, это был суд над Русско-Ордынской империей, которая наконец-то перестала существовать на радость Романовым и их западноевропейским союзникам. О том, что Романовы воевали не с крестьянами, бунтовщиками, а с войсками Великой Тартарии, говорит факт, который приводит сами историю. Только с конца 18 века, то есть уже после разгрома Пугачева, Сибирь становится местом ссылки. Например, в Тобольск осужденных начали ссылать только с 1790 года. До этого в Российской империи ссылали на знаменитые Соловки, то есть на Соловецкие острова. Значит, только выиграв войну с Пугачевым, Романовы впервые получили доступ в Сибирь, которая до этого была для них закрыта. А Соединенные Штаты только после победы над Пугачевым получили доступ к западной половине североамериканского континента. При дележе этих земель Романовым досталось только Аляска. Вероятно, потому, что она непосредственно примыкала к Сибири. Но и ее в конце концов пришлось отдать американцам за символическую сумму. Очень символическую. В 1775 году российское правительство запретило даже упоминать имя Пугачева. Зимовейская станица, где он якобы родился, была переименована в Потемкинскую. Реку Яек переименовали в Урал, а Яицкое казачество стало именоваться Уральским. Волжское казачье войско было расформировано. Была ликвидирована Запорожская сеть.